Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Герасимова Екатерина, и сегодня у нас с вами очередная увлекательная тема «Быстрый старт вашего MLM-бизнеса в интернете». И рассмотрим мы следующие вопросы. Нужно ли быть программистом, чтобы успешно использовать интернет для развития своего MLM-бизнеса? Ведь многие полагают, что интернет настолько сложен, что развивать сетевой маркетинг онлайн могут только люди с техническим складом ума, и что особенно просто, это дается программистам. И сегодня мы с вами разберемся, так ли это на самом деле. Следующий пункт – это сайты, блоги, рассылки. Как все это связать в одну систему и заставить работать для вас 24 часа в сутки? Здесь мы поговорим о том, какие три типа сайтов вам понадобятся для продвижения вашего MLM-бизнеса, как и зачем создавать рассылку, на каком сервисе ее лучше вести, а также немного коснемся вопроса, как создать и настроить свой личный блог. Третий пункт, который мы рассмотрим – какие знания и навыки вам потребуются, чтобы быстро раскрутить свой MLM-бизнес. На своем личном примере, а также на примере моих партнеров и лидеров нашей команды, я покажу вам, какие знания и навыки вам понадобятся для успешного развития бизнеса в интернете. Также мы с вами узнаем плюсы и минусы применения интернета в работе сетевика. Подробно разберем преимущества и недостатки работы в онлайне. Ну и в конце мы рассмотрим 7 ошибок, которые могут свести все ваши усилия по развитию MLM-бизнеса буквально к нулевой отметке. Вообще, тема сетевого маркетинга в интернете вызывает немало споров в последнее время. Но я думаю, что те, кто сегодня слушает наш вебинар, уже не задаются вопросом, возможно ли построение MLM-бизнеса через интернет или нет. Помните, как в карнавальной ночи лектор говорил со сцены, есть ли жизнь на Марсе и нет ли жизни на Марсе, науке это неизвестно. В нашем же случае мы с вами будем опираться не на научные теории и догадки, а на практику. А практика как раз и показывает, что в Рунете уже есть достаточное количество ярких, успешных лидеров, которые научились максимально эффективно использовать этот прекрасный инструмент в своей работе. И наши команды также являются тому подтверждением. Итак, сетевой маркетинг в интернете работает и работает успешно. Правда, здесь есть одно «но». Он работает у тех, кто понимает и правильно применяет его основные принципы. То есть важно знать, как правильно развивать MLM при помощи этого суперинструмента. Ведь, по сути, сетевой маркетинг в интернете – это симбиоз двух мощнейших систем – MLM и интернета. И в каждой из этих систем есть свои правила и свои принципы. Поэтому для того, чтобы сетевой маркетинг в интернете начал работать в ваших руках, нужно вложить какое-то определенное количество времени, средств, энергии в изучение этих принципов и реализации их на практике. Как и в любом другом бизнесе, здесь нужно сначала инвестировать, а потом уже можно рассчитывать на получение прибыли. Насколько быстро можно развить свой MLM бизнес в интернете? И вообще, возможен ли в этом виде бизнеса быстрый старт? Быстро или медленно, далеко или близко – это понятия, в принципе, довольно условные. Вы сами устанавливаете себе временные рамки, в которых для вас находится ваше понятие «быстро». Приведу пример из личной жизни. Когда я пришла в сетевой маркетинг в 2000 году, я слышала потрясающие истории о том, как некоторые люди за год закрывали квалификацию в президентскую команду, выходили на чек в 20 тысяч долларов. Я восхищалась этими людьми, их историями, загоралась этими идеями, ставила себе такие же цели. Но проходил год, второй, третий, а я не только не достигала такого статуса и чека, но даже на десятую часть не приближалась к ним. Пять лет работы в реалии дали мне 20 дистрибьюторов в первую линию. При том, что 16 из них – это были клиенты со скидкой, которых я подписывала в надежде, что они попользуются продуктом, получат свои результаты и когда-нибудь начнут строить и бизнес. И так как результаты в плане доходов были небольшими, и эти самые доходы не компенсировали мои затраты времени и сил, то через пять лет я оставила бизнес, ушла на традиционную работу по найму, твердо решив, что сетевой маркетинг – это хороший бизнес, только мне он не подходит. Или я ему не подхожу. Короче, я в него не вписываюсь. Но, несмотря на такое твердое убеждение, в 2008 году я вернулась в него. Как это могло произойти и что повлияло на изменение моего отношения к этому бизнесу? А все очень просто. Мне показали стратегию, которая, во-первых, открывала безграничные возможности для развития бизнеса, во-вторых, она на 98% нейтрализовала источник моих постоянных переживаний – отказы, и в-третьих, помогла понять и устранить причины моих неудач в реале. Этих причин было три. Я делала не то, не так и не там. Итак, первая причина – я делала не то. Вместо того, чтобы выслушивать клиента или кандидата, узнавать, что его больше всего беспокоит, я ему сразу предлагала продукт или бизнес, а чаще всего и то, и другое одному человеку. Я заранее решала за человека, что ему это нужно, вместо того, чтобы спросить, а чего именно он сам-то хочет. Вторая причина – не так. Я расклеивала объявления, раздавала листовки, проводила опросы на улице и по телефону. Хотя в самих этих методах ничего плохого нет, но это просто стрельба из пушки по воробьям. Шума много, активности много, а выхода мало, поскольку здесь действия распылялись на большое количество неготовых к моему предложению людей. В результате 80% моего времени занимал поиск кандидатов в бизнес. Вместо того, чтобы большее количество времени посвящать обучению моей команды. И так как на обучение дистрибьюторов уже не оставалось времени, то и команды у меня практически не было. То, чему мы перестаем уделять внимание, постепенно исчезает из нашей жизни. А ведь вы знаете, что наш бизнес – это прежде всего бизнес командный. Чем большее количество людей вы научите быть успешными, тем быстрее успешными станете вы сами, а также быстрее станете богаты. И третья причина – не там. Я делала свое предложение не там и не тем. Вместо того, чтобы искать тех, кто уже ищет меня, я предлагала продукты бизнес всем, кто был в моем списке знакомых. Ну и, конечно, КПД моих действий и усилий был очень низкий. И я считала, что сетевой маркетинг можно развивать только так. Поэтому, когда в 2008 году мне показали совершенно другую стратегию развития малым бизнеса, она меня просто сразила своей простотой и гениальностью. Я решила, что эта стратегия точно сработает. И знаете, так оно и произошло. Начав абсолютным чайником в электронной коммерции, за первый же год работы в интернете мне удалось пригласить только в первую свою линию 60 дистрибьюторов. То есть результат предыдущих 5 лет, когда в среднем в год ко мне подключалось 4 дистрибьютора, мне удалось улучшить результат в 15 раз. Ну а когда я начала обучать этой стратегии своих партнеров, то на примере их успехов я уже окончательно убедилась, что система развития MLM бизнеса в интернете работает. На самом деле развивать MLM через интернет несложно. И если выбрать правильный обучающий материал, если знать основные принципы интернет-бизнеса, по которым строится и сетевой маркетинг в интернете, а также если иметь перед глазами четкий план последовательных действий, то достичь успеха можно довольно быстро. Только важно делать это правильно, то есть использовать опыт тех, кто уже прошел этот путь. Если же изобретать велосипед, то можно обучаться долгие годы, при этом не только самому натыкаясь в потемках на углы и стены, но и ведя по этому пути свою команду. И я вам сразу скажу, что для успешного развития MLM бизнеса в интернете вовсе не нужно быть программистом. Наоборот, как раз программистам очень сложно строить бизнес в сетевом маркетинге, даже через интернет. А все потому, что программисты, веб-дизайнеры, люди технического склада ума больше любят работать именно с техникой. А MLM бизнес в интернете по своей сути мало чем отличается от MLM бизнеса в реале. Ведь мы строим бизнес не в интернете, а с людьми. А интернет используем только как инструмент. Поэтому для успеха в MLM, в том числе в онлайне, важно не то, как здорово вы умеете оформлять сайты и блоги, а то, как здорово вы умеете общаться и налаживать контакты с людьми. Поэтому, возвращаясь к вопросу о быстром старте. Любой бизнес, традиционный или сетевой, оффлайн или онлайн, в любом случае требует времени на развитие. И на налаживание связей с клиентами и партнерами. Нужно время для того, чтобы о вас узнали. И нужно время, чтобы вам начали доверять и хотели иметь с вами дело. Деньги в любом бизнесе приносят продвижение товаров или услуг. И, чтобы это продвижение ускорить, нужно, чтобы ваши товары или услуги были востребованными. То есть, чтобы на них был спрос и чтобы о них знало как можно большее количество людей. То есть, фактически, деньги приносят ценность и известность. Но так как мы продвигаем продукты компаний, у которых сотни, тысячи и даже иногда миллионы дистрибьюторов, то нам важно чем-то отличаться от других дистрибьюторов. Подумайте, почему клиенты и ваши будущие партнеры должны выбрать именно вас. Что в вас есть такого особенного и ценного, что вы можете предложить такого, чего не могут предложить другие. На самом деле, каждый человек уникален. И у каждого есть свои таланты и способности. Просто нужно их развивать. То, на чем вам действительно нужно сосредоточиться, это повышение уровня ваших знаний в той области вашего бизнеса, где на них есть спрос. И затем донести информацию о ваших знаниях до как можно большего количества людей. И желательно сделать этот процесс автоматизированным. И именно такую стратегию развития малым бизнеса в интернете начали практиковать сначала западные сетевики, а затем за ними последовали и наши. В общем, эта концепция выглядит так. Ваш личный бренд. Ваш личный бренд – это ваша популярность и ваша ценность. Как стать ценным? Нужно повышать свой уровень знаний. Например, вы изучили новый метод продвижения бизнеса. Или новую эффективную систему обучения дистрибьюторов. Но только одного изучения этого метода или этой системы недостаточно. Пока вы теоретик, ваша ценность невелика. Ценность ваша растет только тогда, когда вы примените полученные знания на практике. Получите свой результат. И уже этим результатом, а также тем, как вы к нему пришли, вы поделитесь с другими людьми. Изучили, применили на практике, получили результат, рассказали о своем результате, поделились опытом его достижения. Снова обучаетесь, применяете на практике, получаете результат, делитесь опытом. Если ваша ценность для рынка высока, ваша известность будет расти, как снежный ком. Поскольку люди очень любят рекомендовать то, что им помогло. Они и сами будут к вам приходить, да еще и друзей будут приводить. Целевая аудитория. Вам обязательно нужно знать, кто ваша целевая аудитория, на кого рассчитаны ваши товары и услуги, кого вы хотите видеть в качестве своих клиентов или партнеров по бизнесу. И, конечно, нужно точно знать, где сконцентрирован максимальный процент этой вашей целевой аудитории, чтобы не тратить время и не распылять усилия. Хотя вам даже не надо будет особо искать тех, кому ваша информация будет полезна. Поскольку со временем, когда ваш бренд растет, информация о вас разлетается автоматически по интернету, и люди уже сами начинают вас находить. Любой бизнес должен возникнуть в нужное время и в нужном месте. Если вы посадите зернышко в чернозем, то получите богатый урожай. Если вы его посадите в каменистую почву, то тоже получите урожай, но для его получения вам уже нужно будет приложить гораздо больше усилий. Если вы будете делать свое бизнес-предложение тем, кто уже готов его воспринять, кто уже ищет что-то подобное, тогда вы фактически будете сажать ваши зернышки именно в чернозем. Ну и третий элемент концепции – это автоматизация рутинных действий. Для того, чтобы у вас было время работать со своей командой, обучать ваших дистрибьюторов, часть рутины по привлечению партнеров, по отбору кандидатов в бизнес, по поиску клиентов обязательно нужно автоматизировать. И мы сейчас с вами как раз перейдем к созданию системы работы в интернете. Только хочу заметить, что вот эта концепция, о которой я вам сейчас рассказала, ваш личный бренд, целевая аудитория, автоматизация – эта концепция работает также и в офлайне. Правда, в онлайне, то есть через интернет, применять ее гораздо проще и эффективнее, особенно процесс автоматизации. Интернет значительно упрощает нам и развитие бренда, и поиск целевой аудитории, и, конечно, автоматизацию. Итак, с концепцией мы разобрались. Теперь давайте посмотрим на основные принципы создания системы работы в интернете. И как вы думаете, что является самым важным элементом вашего MLM-бизнеса в интернете? Блоги, сайты – вовсе нет. Это люди. Самый важный элемент вашего MLM-бизнеса – это люди, с которыми вы общаетесь каждый день, которые проявили интерес к вам и вашей информации, которые ищут то, что у вас есть. Вы можете общаться с каждым из них лично, позвонив в скайпе или написать сообщение в личный чат. Вы можете отправить им личное письмо на почту, ответить на комментарии на своем блоге или, наоборот, оставив комментарии на их блоге, а также оставлять сообщение и комментарии к их действиям в социальных сетях. Но когда количество тех, кто вас знает, и с кем вы периодически общаетесь, начинает стремительно расти, их становится 100, 200, 500, 1000 людей, то вам уже становится сложно отвечать каждому лично. И когда у вас появляется новая порция полезной информации, ну не будете же вы отправлять ее каждому индивидуально. Конечно, личный контакт всегда будет необходим, но здесь у вас уже будут свои приоритеты. С кем общаться в личной переписке, а кому отправить автоматическое сообщение, какую информацию вы хотите передать, так сказать, лично в руки, а какую опубликуете в общем доступе. Итак, какие же информационные каналы мы будем использовать? Основные это рассылка, блог, скайп и прочие мессенджеры, ваши аккаунты, группы, сообщества в соцсетях, сайты для видеообмена. Заметьте, эти информационные каналы не только дают вашим последователям и читателям полезную информацию, но и привязывают их именно к вам. Поэтому при построении MLM-бизнеса в интернете мы в первую очередь продвигаем не сайт компании, а свои информационные каналы, через которые люди будут за вами наблюдать, получать от вас полезную информацию, привыкать к вам и постепенно сами будут принимать для себя решения стать им вашим партнером или пока подождать. При этом вы не будете слышать отказов. На связь с вами уже будут выходить только те, кому действительно интересно ваше предложение. И чем больше информационных каналов связывают вас с вашими читателями, тем больше ваши шансы, что ваши читатели созреют либо до клиентов, либо до партнеров в бизнес. Если, конечно, вы четко определили свою целевую аудиторию. Поэтому вашей главной задачей является создание потока качественной информации. И затем эту информацию нужно направлять через точно настроенную и отлаженную систему, чтобы никто из тех, с кем вы общаетесь, не оставался без важной и полезной информации, которая у вас есть и которой вы готовы щедростью делиться. А делиться нужно действительно щедро. Все самое лучшее и вкусное вы даете бесплатно. И первое, на чем вам нужно сосредоточиться, это создание вашей собственной рассылки, то есть серии последовательных писем, посвященных изучению или рассмотрению какого-то конкретного вопроса. Тема рассылки и ее содержание, а также длительность могут быть на ваше усмотрение. Желательно, чтобы серия писем у вас составляла минимум 5 и максимум 12 писем последовательных. А дополнительные письма у вас могут продлевать вашу рассылку уже до месяца и даже больше. В идеале рассылка у вас должна быть не одна. Обязательно должен быть рекрутинговый курс, где вы будете рассказывать о преимуществах в вашей малом компании, в своей системе обучения, а также там вы будете давать ссылку для регистрации. Эта рассылка по возможности должна быть стандартной, для того, чтобы вы могли ее передать вашим дистрибьюторам как часть дублицируемой системы построения MLM бизнеса в интернете в вашей команде. Вторая рассылка, которую я вам рекомендую создать, это обучающая рассылка для ваших новичков. Она тоже стандартная, и вы также впоследствии передаете ее всем своим партнерам, чтобы каждый новичок мог сам благодаря ей изучить важные моменты развития бизнеса в вашей команде и затем уже передать, то есть подключать к ней и своих новичков. Таким образом, процесс дубликации будет идти у вас вниз по структуре практически в неизменном виде, что на начальном этапе является залогом успеха вашей команды. И еще одна рассылка, которая уже будет чисто вашей, авторской. Это ваш собственный курс для продвижения вашего бренда. В этом курсе вы не даете информацию о компании, а только продвигаете себя как эксперта в каком-то вопросе. Поэтому в самом начале вы работаете с рекрутинговым курсом, а пока через него к вам подключаются новые дистрибьюторы, вы набираетесь опыта в работе с ними, постепенно собираете материал уже для своего авторского курса. На самом деле рассылок у вас может быть гораздо больше, но вот эти три – это основа вашего бизнеса в интернете. Какой же сервис лучше выбрать для ведения рассылки? Ну, тут у меня однозначная рекомендация – это Smart Responder. На сегодняшний день он вне конкуренции. Тем более, что по каждому разделу там есть видеоуроки, к тому же есть встроенный визуальный редактор HTML-кода. Возможно, вам пока еще не понятно, что такое HTML-код, но тогда пока не забивайте себе голову, просто знайте, что освоить работу со Smart Responder вам будет несложно. Затраты на аренду аккаунта обойдутся вам всего в 10 евро в месяц. При оплате за большее количество месяцев, например, за три месяца, за полгода, за год, там будут уже существенные скидки. Второй элемент системы работы в интернете – это, конечно же, сайты. Но куда без них? Какие виды сайтов нам потребуются для создания системы построения MLM бизнеса в интернете? Основной – это одностраничный сайт Воронка. На этом сайте всегда дается минимум информации и максимум интриги. Ваша задача – дать информацию не на сайте как таковом, а именно в вашей рассылке. Поэтому с сайта Воронки у вашего посетителя должно быть только два пути – либо закрыть страничку, либо подписаться на вашу рассылку. То есть никаких отвлекающих моментов, никаких уводящих на другие сайты ссылок. Поэтому задача сайта Воронки только в том, чтобы заинтриговать посетителя, рассказав, какой ценный материал есть в вашей рассылке, чтобы он захотел получить доступ к ней и в итоге подписался на ее получение. Внутри вашей рассылки он встречает то ссылку на ваш блог, то ссылку на ваши аккаунты в соцсетях. Ну и, конечно, в какой-то момент вы ему рассказываете, с какой компанией сотрудничаете. Кроме того, если в вашей компании или в вашей команде уже есть четкая, пошаговая и дающая результаты система обучения новичков, тогда вы можете создать отдельный одностраничный сайт, посвященный вашей системе обучения. То есть расписать на этом сайте все преимущества, которые человек получит, обучаясь в вашей команде. И это будет просто суперрешение. Процент регистрации в вашей структуре значительно повысится. Следующий сайт – это сайт с информацией о вашей компании, продуктах, маркетинг-плане и, конечно, ссылкой для регистрации. Для того, чтобы создать вот такие сайты, вам нужно иметь навыки копирайтинга, а также знать основы HTML-кода. То есть языка, на котором преимущественно сайты создаются. Либо вам нужно будет изучить программу Dreamweaver. О ней я чуть позже вам более подробно скажу. Либо вы можете поступить еще проще. Один раз заказать у фрилансера заготовки для вот этих сайтов и затем просто вносить небольшие изменения в них под каждого партнера вашей команды. Если это все правильно настроить, то редактирование таких сайтов занимает буквально несколько минут. 10-15 от силы. Следующий элемент вашей системы – хостинг и домен. Чтобы ваши сайты работали и их было легче продвигать, вам нужен собственный платный домен в зоне.ру. Вы приобретаете его, а также арендуете аккаунт на каком-нибудь надежном хостинге. И все это вы арендуете, либо приобретаете в свое личное пользование. Серьезный бизнес лучше даже не начинать строить на поддомене, который может вам предлагать ваша MLM-компания или, допустим, на бесплатном хостинге типа ЮКОС. Некоторые MLM-компании предлагают своим дистрибьюторам уже готовый хостинг, поддомен, даже рассылку и прочие инструменты. Хорошо это или плохо? На самом деле не очень хорошо. То, что компании заботятся о своих дистрибьюторах – это здорово. Но для вашего бизнеса это не есть хорошо. Поскольку если вы пришли строить серьезное дело, то вам необходимо обезопасить ваш бизнес от различного рода кризисных ситуаций. Конечно, полностью защититься от всех неожиданностей вряд ли удастся, но есть те, которые можно заранее предусмотреть. И самая главная неприятность, которая может с вами произойти – это когда компания предоставила вам хостинг и даже сервис рассылки, вы уже начали активно их использовать, собрали свою подписную базу, потратили много времени, средств, сил на ее формирование, на формирование вашего подписного листа. А затем у компании поменялись какие-то условия или она даже закрылась. В итоге вместе с компанией пропадают все ваши усилия по набору вашего подписного листа. Поэтому постарайтесь сделать свой бизнес максимально независимым. Пусть это будет немного дороже, но зато надежнее. Скажу вам, что стоимость аренды хорошего хостинга с доменом на год составляет в среднем 40-50 долларов. Если оплачивать помесячно, то это где-то 4-6 долларов в месяц. Следующий элемент системы – это блог. Блогов у вас может быть 2, 3 и даже больше. Главное, чтобы один из них был основным, а на остальных вы просто публикуете анонсы статей основного блога и переводите читателей именно на него. Это создает хороший дополнительный и бесплатный трафик. Основной блог лучше располагать также на своем платном хостинге на платформе WordPress. А дополнительные блоги вы можете создать, например, на бесплатном хостинге blogger.com, а также в соцсети для дистрибьюторов MLM-компаний сетевики.biz. И таким образом вы на этих блогах публикуете короткие выдержки из ваших статей с основного блога и потом даете ссылочку, чтобы человек уже попал на ваш блог, который располагается на вашем платном хостинге. На самом деле установить саму платформу WordPress, на которой вы будете вести основной блог, совсем несложно. На большинстве хостингов есть возможность сделать это полуавтоматически, работать с WordPress также несложно. А кроме того, в Рунете есть масса бесплатных обучающих материалов на эту тему. Но даже если на настройку блога вы не хотите тратить свое драгоценное время, то вы можете поручить эту работу по установке этой платформы, по ее настройке какому-нибудь специалисту по блогам. Свой блог в самом начале я создавала сама. Сама его установила, сама его настроила. А когда мне уже захотелось придать блогу новый и более стильный дизайн, тогда я обратилась к эксперту в этих вопросах, и мне обновили мой блог буквально за три дня. Также очень важный момент. На блоге у вас обязательно должно быть всплывающее окошко, для того, чтобы те посетители, которые к вам приходят, чтобы они становились вашими подписчиками. Также там обязательно должна быть яркая, броская форма подписки. И плюс ваш блог обязательно должен быть связан с вашими профилями в разных социальных сетях. Поэтому следующий элемент нашей системы – это аккаунты в соцсетях, странички, сообщества, группы. Но здесь все вроде бы довольно просто. В техническом плане никаких сложностей у вас это не должно вызвать. Вы просто создаете аккаунты в тех соцсетях, где хотите наладить общение и куда хотите привлечь потенциальных клиентов и партнеров в бизнес. Главное – это не спамить и не рекламировать в открытую свою компанию. Ваша задача при работе с соцсетями только в одном – заинтересовать другого человека вашей собственной личностью, чтобы у него было желание узнать о вас побольше. И в качестве ссылки на ваши ресурсы вы указываете ссылку на блог. Следующий важный элемент – это надежная почта. Вообще, с этого элемента, пожалуй, и нужно было начинать перечисление элементов системы. Научите своих дистрибьюторов пользоваться надежными почтовыми ящиками. Лучше всего заведите правила в вашей команде пользоваться почтой на Gmail. Тогда ваши партнеры всегда будут получать важную для себя информацию, и она не будет блокироваться или застревать где-то в спам-фильтрах. Следующий элемент – это виртуальные кошельки и электронные деньги. Для осуществления платежей в интернете очень удобно использовать виртуальные кошельки. Самые популярные из них – это веб-мани, РБК-мани, Яндекс.Деньги. А также желательно иметь дебетовую карту. То есть вы приходите в банк и просто заказываете себе карточку, которую потом пополняете деньгами для того, чтобы совершать какие-то платежи через интернет. Для платежей через интернет подходят карты Visa Classic и MasterCard Standard. Стоимость обслуживания таких карт в среднем 25 долларов в год. Ну и еще один, восьмой элемент системы для работы в интернете – это конференц-комната. Со временем вам понадобится комната для проведения презентаций, бизнес-школ, а также других онлайн-мероприятий, в том числе для обучения вашей команды. Программы сервисов для конференций сейчас в интернете очень много. Можно выбрать любую, которая вам подходит по количеству участников, а также по вашему бюджету. Вот это основные элементы системы для успешной работы в интернете. Очень важно не перегружать вашу систему инструментами для того, чтобы она оставалась простой для понимания и легко дублицируемой. Обратите внимание, что в самом начале вы даете своим дистрибьюторам готовую систему, вы им даете сайты с их данными, рассылку, рекрутинговый курс, подключаете их к системе обучения, и они начинают осваивать работу. Для того, чтобы начать зарабатывать первые деньги, этих элементов им вполне достаточно. И если ваш новичок пришел в этот бизнес сначала попробовать его на зуб, то ему этого уже будет достаточно для принятия решения, оставаться в этом бизнесе, интересен ему бизнес в онлайне или нет. Но если ваш новичок в душе уже потенциальный лидер, то скоро ему станет тесно в этих рамках, и тогда вы уже помогаете ему создать блог, где он уже может делиться своими наработками, своим опытом, своими знаниями, и постепенно наращивать силу и мощь своего бренда. А затем вы ему уже помогаете создать свой авторский курс. Не в плане материала, не в плане информации, а именно техническую сторону помогаете ему освоить. И тогда он уже переходит на новый уровень. Внимание к нему среди его читательской аудитории становится более серьезным, и в его команду начинают приходить все более активные и целеустремленные партнеры. Вы же сами понимаете, что лидер, лидерство – это работа индивидуальная. Но для того, чтобы ваши партнеры начали хоть с чего-то, вы новичкам своим передаете готовую систему с простыми элементами в ней. Поэтому у вас обязательно должна быть стройная схема, которую понимают новички, которую могут повторить. Ну и теперь давайте разберем, какие знания и навыки вам потребуются, чтобы быстро раскрутить свой MLM-бизнес в интернете. Когда я начала развивать свой бизнес в интернет, знаний в электронной коммерции у меня был абсолютный ноль. Слова «хостинг», «домен», «браузер» у меня вызывали смутные ассоциации с бластерами и прочими атрибутами героев фантастических фильмов. Но мне повезло. Я получила в руки систему и четкие рекомендации, что нужно изучить в первую очередь. Поэтому я не искала какой-то дополнительной информации в интернете. Я просто сосредоточилась на том, что у меня уже было под рукой. А под рукой у меня были хостинг, рассылщик, тогда, правда, это еще был скрипт MailTux. Смарт-респондер я осваивать начала уже гораздо позже. И еще у меня был диск Евгения Попова «Все технические моменты онлайн-бизнеса в видеоформате». И уже через две недели после начала изучения этого диска я прислала моему спонсору первый вариант сайта «Воронки». Он его, конечно, забраковал, но навык работы с HTML-кодом я освоила, и это было первой победой. Кроме HTML, по этому курсу я освоила программу Dreamweaver для редактирования сайтов с помощью визуального редактора. То есть фактически через Dreamweaver вы редактируете сайт как будто бы в обычной программе Word. Вы можете там менять текст, добавлять картинки, и все это делается очень просто. Далее я освоила программу Camtasia для записи и редактирования видео, немного ознакомилась с Photoshop, но это уже был второстепенный навык. То, что действительно мне пригодилось в интернет-бизнесе, это навыки работы на компьютере, желательно уметь уже работать хотя бы с программами Word и Excel, программа Dreamweaver, курс по HTML и Camtasia. Кроме того, потребовалось изучить работу с виртуальными кошельками, а также копирайтинг, искусство написания привлекательных текстов и объявлений, ну и плюс, конечно, некоторые методы рекламы, то есть методы продвижения бизнеса. Вот в принципе и все, что необходимо из технических навыков. Ведь самый важный навык для успеха в МЛМ вы и так знаете, это навык коммуникации и построения отношений с людьми. Без этого все технические моменты будут просто бессмысленны. Ну и, конечно, не забывайте, что рядом с вами всегда будут люди, которым вы можете делегировать часть той работы, которую сами не умеете или не хотите выполнять. А вы можете сосредоточиться на тех моментах вашего бизнеса, которые являются самыми важными, которые вы не готовы отдать на аутсорсинг или просто потому, что вы сами любите это делать. Главное, чтобы в результате ваша система и ваш бизнес работали с максимальной отдачей и эффективностью. Ну и теперь давайте рассмотрим плюсы и минусы применения интернета в работе сетевика. Давайте поговорим об МЛМ-бизнесе в интернете на чистоту. Да, у него есть свои отличия от бизнеса в реале, есть свои плюсы и свои минусы. Поэтому давайте начнем именно с минусов. Первое, конечно, при работе в интернете не хватает эмоционального контакта. Вы не видите глаз человека, но все это, конечно, решаемо. Достаточно созвониться в скайпе, подключить веб-камеру, и вы уже видите человека, человек видит вас, и вы уже устанавливаете хотя бы частичную эмоциональную связь. Следующий минус – это много отвлекающих факторов. Общение в соцсетях, конечно, очень сильно затягивает. Зайдя на чей-то блог, чтобы почитать раздел об авторе, вы можете зависнуть там на пару часов. Достаточно подписаться на несколько вроде бы полезных рассылок, и вскоре вы уже начинаете тонуть в потоке информации. Можно ошибочно принимать какие-то второстепенные действия за основные. Например, проверка почты совсем не приносит денег. Кроме того, весь интернет – это холодный рынок. Вас никто не знает, вам никто не доверяет, и вам потребуется время, чтобы люди начали вам доверять. Помимо этого, конечно, нужно будет изучить некоторые программы и приобрести новые навыки. В реале, например, вы могли взять каталог и уже пойти делать первые контакты, получить первые заказы или первых дистрибьюторов в свою команду. В интернете нужно сначала настроить несколько инструментов для работы. Хотя, если в вашей команде уже есть готовая система, вам помогут ее настроить вот эти инструменты для работы буквально за неделю, а может быть даже и дня за три. Поэтому следующий пункт. Результат в интернете чуть больше отложен во времени. Если в реале вы прямо сейчас можете пойти по своему списку знакомых, то в интернете этот список вам еще нужно будет создать. Инвестиции в некоторых случаях вам также потребуются чуть больше, чем в реале. Например, тот же самый каталог, который стоит 15 рублей, вы можете его приобрести и уже пойти к своим знакомым. Для интернета вам, конечно, нужен быть хостинг, домен, а также рассылщик. Ну и навыки общения в интернете тренируются чуть хуже, чем в реале. И теперь давайте рассмотрим плюсы. Итак, плюсы применения интернета. Самый большой плюс – это то, что интернет позволяет автоматизировать множество рутинных процессов и освободить время для самого важного – непосредственного общения с вашими клиентами и партнерами, поддержки их и обучения. Хотя часть обучения тоже можно и нужно автоматизировать. Далее, интернет значительно упрощает процесс дубликации. В самом начале вы передаете своему дистрибьютору всю систему работы и обучения. Интернет, безусловно, облегчает анализ действий дистрибьютора. В реале ваш дистрибьютор мог на встрече с кандидатом допустить много ошибок при разговоре, но отследить это, если вы не были с ним в этот момент на встрече, вам будет довольно сложно, потому что он вам уже будет пересказывать и он что-то может забыть. В случае же с интернетом вы можете попросить его делать запись его разговора в скайпе. Он может вам прислать свою переписку из чата с его кандидатом и вы сможете отследить его ошибки и показать, на что нужно будет обратить внимание в следующий раз. Безусловно, интернет вам экономит время и силы. Интернет предоставляет вам безграничные ресурсы. С помощью интернета вам легче найти свою целевую аудиторию. Конечно, он предоставляет вам больше свободы в перемещении, ведь вам достаточно иметь ноутбук и найти ближайшую точку доступа в интернет, и вы снова в бизнесе. Кроме того, интернет позволяет вам иметь дополнительные источники дохода для покрытия ваших расходов на рекламу. Очень большой плюс – то, что вы не слышите отказов, и, пожалуй, это самое приятное для меня именно в этом виде бизнеса. Конечно, еще очень большой плюс – то, что вы даете человеку возможность ознакомиться с вашим предложением тогда, когда ему это удобно. Даже если вы в этот момент находитесь в отпуске, Ваша правильно настроенная система работает 24 часа в сутки и 365 дней в году, без выходных и праздников. И иногда в вашу команду будут подключаться новички даже без предварительного общения с вами. Вы возвращаетесь из отпуска и видите, что у вас уже появилось несколько партнеров. При том, что они сами зарегистрировались и даже сами сделали заказы и ждут не дождутся вашего возвращения, для того, чтобы получить от вас информацию, что им теперь нужно делать дальше. Ну и теперь давайте разберем 7 самых главных ошибок, которые могут встретиться на пути вашего развития MLM бизнеса в интернете. Страх совершить ошибку. С самого детства мы боимся совершать ошибки. Конечно, боимся, ведь этот страх у нас живет практически на уровне инстинкта. Что происходило с нами, если мы разбивали вазу или получали в школе двойку? И дело здесь даже было не столько в том, что вы любили эту вазу или что в дневнике появилась эта противная цифра, а в том, что именно следовало за этим. Чаще всего ничего хорошего не происходило. В лучшем случае с вами проводилась воспитательная работа, в худшем могли поругать и так далее. И в этот момент у вас постепенно формировался приобретенный инстинкт. Вы совершили ошибку и вас наказали. И далее мозг делает вывод, что вы плохой, раз вас поругали. Но самое печальное, что в эти моменты вы чувствуете, что вас не любят. Вы испытали боли, прежде всего психологическую. Поэтому прививка. Выберите себе в спонсора человека позитивного, пообщайтесь с ним и сразу обговорите, что вам нужна будет и психологическая поддержка, вам нужно признание. Также найдите в параллельных ветках тех, с кем вам приятно будет общаться и начинайте их поддерживать. Ведь если у вас чего-то не хватает, значит вы сами это не даете миру. Ну и обязательно сами себя вознаграждайте за каждую победу. А на каждую ошибку просто говорите себе «Я молодец, я сделал все, что мог, и в следующий раз я сделаю лучше». Вторая ошибка – это чувство нужды или сильная привязанность к результату. Когда вы очень сильно хотите что-то продать, клиент на подсознательном уровне это чувствует и ощущает к вам неприязнь. По-настоящему у вас есть нужда только в нескольких вещах – воздухе, воде, пище, одежде, здоровье и крыше над головой. Конечно, нам еще нужны и некоторые вещи в плане чувств – любовь, дружба, поддержка. У большинства из вас это есть. Более того, почти у всех из вас есть собственные компьютеры, скоростной интернет, у кого-то даже есть свой автомобиль. То есть базовые ваши потребности удовлетворены. Но в этот список базовых потребностей вовсе не входит подключение к вашей команде именно этого дистрибьютора. Также не входит покупка у вас продукта именно этим клиентам. Как и не входит успешность запуска именно этой рекламной кампании. Почему? Потому что у вас всегда есть возможность начать заново. Вы всегда можете найти другого дистрибьютора, другого клиента, запустить другую рекламную кампанию. Бизнес – это игра. И как и в любой другой игре, вы всегда можете начать сначала. Только на самом деле вы никогда не начинаете с полного нуля. Каждая предыдущая попытка вам дала бесценный опыт. И вы можете его использовать, чтобы теперь уже точно достичь успеха. И при том гораздо быстрее, чем те, кто делает действительно первые шаги. И как только вы уменьшите свою привязанность к результату хотя бы на пару процентов, вы сами удивитесь эффекту, который получите. Как снизить свою привязанность? Сконцентрироваться на процессе. Поскольку единственное, за что вы по-настоящему несете ответственность – это за количество ваших действий и за их качество. Третья ошибка – это недостаточное количество действий. При работе в интернете у вас возникает очень много отвлекающих моментов. Проверка почты, общение в соцсетях, переписка в скайпе, редактирование сайтов, составление объявлений, освоение различных программ. Но, ребята, деньги это все не приносит. А если эти действия и влияют на ваш доход, то только опосредованно. Деньги приносит только ваша активная деятельность по продвижению вашего бизнеса. Если вы с утра до ночи изучаете курсы, но не применяете эти знания на практике, редактируете сайты, но не привлекаете на них трафик, создаете в фотошопе красивые коллажи и баннеры, но не запускаете их в рекламу, составляете удачные, на ваш взгляд, рекламные объявления, но нигде их не размещаете, то диагноз в этом случае будет неутешительный. Эти действия лишь подготовительная работа. И полностью отдавая ей все свое время, но так и не приступая к активным действиям, вы просто топчетесь на месте. Наш бизнес – это бизнес продвижения информации, информации о продукте, информации о бизнес-возможности. Поэтому активные действия – это те действия, которые приводят к тому, что все новые и новые люди узнают о том, что у вас есть интересного, ценного и важного для них. И еще. Постарайтесь меньше времени и внимания уделять отстаиванию вашего мнения, даже если оно правильное. Практически каждый великий человек даже за самые свои великие дела подвергался критике. И чем более вы становитесь заметно известны и популярны в определенной нише, тем больше вы будете слышать критики в свой адрес, причем чаще всего незаслуженный и деструктивный. Поэтому окружите себя командой единомышленников, которые будут вас поддерживать, а также полезно создать для себя свою собственную индивидуальную программу позитива. То, что может вам быстро поднять настроение. Это какие-нибудь, например, юмористические рассказы, это, может быть, какие-то интересные видеоролики. Для меня, например, это шоу «Уральских пельменей». Я захожу на YouTube, нахожу их ролики, и буквально через 10-15 минут просмотра у меня уже снова отличное настроение, даже если до этого я расстроилась из-за какого-то письма с критикой или негативом. Если пока еще у вас нет иммунитета, найдите противоядие, которое поможет вам нейтрализовать расстраивающие вас неприятные моменты. Поэтому, прививка, четко определите действия, которые непосредственно приносят вам деньги и те, которые влияют на ваш доход опосредованно, а также составьте свою программу позитива. Следующая ошибка – это стремление к перфекционизму. Вы долго, кропотливо работаете над письмом, над статьей на блог, над видеороликом, в то время как кто-то другой сделал то же самое немного более простым, без каких-то суперкрасивых картинок, без какого-то супермодного трека в начале видео. Но зато он это сделал быстро. Он быстро запустил, он быстро получил трафик, и к нему быстро пришли новые партнеры. Пока вы сидели и доводили до суперсовершенства свои творения. Здесь очень важно найти золотую середину. И обязательно точно выбирать, где еще стоит немножко поработать, а что улучшать уже совсем нецелесообразно, так как затраты времени будут просто непропорциональны потенциально возможному доходу. Поэтому прививка. Начните сейчас, а уже потом в процессе немного доработаете. Ведь чаще всего первым к вершине приходит не тот, кто лучше карабкался по лестнице, а тот, кто начал свое восхождение раньше. Следующая ошибка. Попытки продать при первом контакте. Одна из главных ошибок – это попытка с помощью массовой рекламы, зачастую платной, сразу продавать продукт или рекрутировать. Вся ваша реклама должна быть направлена на то, чтобы человек получал от вас регулярную информацию, то есть подключить его к одному из ваших информационных каналов. Поэтому прививка. Платную рекламу направляйте на воронку, бесплатную на блог и связывайте свой блог с аккаунтами на бесплатных блогах и профилями в соцсетях. Следующая ошибка – это низкий энергопотенциал. Если у вас нет сил для активного общения с вашими партнерами и клиентами, если вы засыпаете на ходу и вообще постепенно теряете интерес к вашему бизнесу, нужно срочно восстанавливать энергопотенциал. Нередко у нас возникает ощущение информационного перегруза или повышенной утомляемости. Вроде бы вы выполняете тот же самый объем работы, что и раньше, но уставать стали больше. Значит, что у вас снизился ваш энергопотенциал. В первую очередь нам его нужно восстановить, а во вторую очередь увеличить. Для восстановления вам нужно найти то, что вас радует или успокаивает. Общение с природой, медитация, друзья. Только обязательно это должно быть продуктивное общение, а не посиделки за пивом или ночные тусовки до пяти утра. Ваше общение с детьми или домашними животными. Иногда это может быть хороший фильм. Поэтому выберите то, что действительно вас восстанавливает, то, что вас оживляет. Ну и после того, как вы восстановили, у вас есть два способа увеличения, наращивания вашего энергопотенциала. Это умеренные физические нагрузки и творчество. А лучше все это совмещать. И буквально несколько дополнительных советов для того, чтобы вы повысили свою эффективность и для того, чтобы ваша энергия возрастала. Первое. Пейте 2 литра воды в день. В эти 2 литра не входят чай, соки, супы и прочие жидкости. Вашим клеткам, системам и органам нужна чистая вода. Вода не только выводит шлаки, она еще и улучшает ваш энергоинформационный обмен. Второе. Ограничьте потребление неполезных продуктов, а по возможности исключите их совсем. Чипсы, сладкие булочки, шоколадки, газировка. Такие продукты содержат много лишних и ненужных организму элементов, на переваривание которых уходит очень много энергии. А в итоге пользы организму никакой. Третья рекомендация. Совершайте ежедневные прогулки на свежем воздухе. Хотя бы полчаса, это уже будет здорово. На выходных вообще постарайтесь выбираться за город, прогуляться по лесу, возле моря, реки или другого водоема с активной, не застаивающейся водой. Четвертый пункт. Следите за своей осанкой, когда ходите и особенно, когда сидите за компьютером. Ну и еще одна рекомендация. Это контрастный душ. Поскольку он активизирует работу сердца, тонизирует сосуды и вообще отлично влияет на ваше общее состояние, на вашу энергетику. Ну и седьмая ошибка. Это распыление усилий. Не стоит вести одновременно несколько рассылок по различным направлениям. Например, рассылка по бизнесу и рассылка по продуктам. Так же, как не стоит вести 2-3 блога на разные темы. Например, также один блок у вас будет по бизнесу, второй блок у вас будет по, возможно, лайфстайлу, третий блок по продуктам. Особенно это касается новичков. То есть, как только вы начинаете свой MLM бизнес, сосредоточьтесь на одном направлении. Когда вы его уже доведете до совершенства, возможно, до автоматизма, тогда уже можно будет подключать второе направление. Поэтому прививка. В самом начале обязательно сконцентрируйте свои усилия на самом важном для вас в данный момент направлении. И напоследок давайте еще раз вспомним, что же из себя представляет MLM бизнес. Мы с вами работаем по трем направлениям. Расширяем сеть клиентов, то есть ищем тех, кому нужны продукты нашей компании. Расширяем сеть дистрибьюторов, ищем тех, кого интересует наш бизнес. И обучаем дистрибьюторов по строению бизнеса, то есть показываем, как выполнять первые два шага и как обучать их команды. Это вы все знаете. Поэтому для успеха в сетевом маркетинге нам необходимо сочетание шести условий. Продукт, востребованный, расходуемый, дающий результаты. Условия сотрудничества с компанией. Руководство, его отношение к дистрибьюторам. Маркетинг план, насколько большой нужно выполнять личный объем. Регистрация, оплата, доставка заказов. Неотъемлемой частью здесь, конечно, является система работы в команде, технологии, простота дубликации действий, а также система обучения. Насколько действительно она у вас поставлена на поток, и будет ли ваш новичок получать помощь и поддержку в ваше отсутствие, пусть даже и временное отсутствие. Конечно, здесь еще очень важный элемент – это команда. Это ваши лидеры, это этика работы, это культура отношений и это командный дух. Ну и, конечно, самый главный элемент, пожалуй, это вы сами. Ваша ценность для других, ваши навыки, ваши знания, ваш опыт, ваша уверенность в себе и, конечно, ваши активные действия. Независимо от того, строите вы свой бизнес в реалии или через интернет. Ну и как же не утонуть в море информации, когда вы начинаете свой бизнес в интернете? Если в вашей компании уже есть система работы в онлайне, тогда вам повезло. Просто скопируйте ее и примените. Если такой системы работы у вас нет, значит, вам нужно будет создавать свою. Для этого выберите в качестве примера какую-то успешную команду в рунете. Наблюдайте за тем, что и как они делают. Вы можете объединиться с другими лидерами своей команды и распределить обязанности по созданию вашей системы. То есть вы разрабатываете общую стратегию и потом каждый из ваших лидеров отвечает за какой-то определенный объем работы. Также вы можете распределить между вашими лидерами обязанности по изучению опыта других команд. Чтобы каждый из них сконцентрировался на каком-то также определенном объеме знаний, которые вы хотите почерпнуть у других команд. Когда вы уже создали систему, она успешно работает и вы видите, что появляются новинки на рынке инфопродуктов, вам, конечно же, хочется сразу их изучить и сразу их внедрить. Но это чревато перегрузом информации. Поэтому в первую очередь у вас обязательно должен быть четко прописан ваш стратегический план развития вашего MLM бизнеса. И поэтому вы будете концентрироваться только на тех новинках, которые необходимы вам именно в данный момент. Старайтесь не покупать курсы, диски и тренинги на перспективу. Только то, что сейчас в данный момент для вас актуально, вот именно на этом сконцентрируйтесь. Итак, дорогие друзья, давайте подведем итог нашего сегодняшнего вебинара. Сетевой маркетинг с помощью интернета развивать можно и делать это можно очень успешно. При этом важно помнить, что бизнес в интернете также требует времени, сил и средств. Вам нет необходимости становиться программистом, чтобы достичь в этом бизнесе успеха. Просто нужно взять готовую систему и применить ее на практике. Или создать свою собственную, только быть готовым к тому, что времени на это уйдет гораздо больше. Создайте простую пошаговую систему, которая будет понятна для ваших новичков, чтобы ее можно было просто дублицировать. При этом важно помнить, что у MLM бизнеса в интернете есть свои преимущества и также есть свои недостатки. Поэтому постарайтесь избегать 7 самых главных ошибок и пусть ветер удачи наполнит ваши паруса. На этом я завершаю наш вебинар и желаю вам удачи и до новых встреч, дорогие друзья. Всем до свидания. С вами была Герасимова Екатерина. Герасимова Екатерина.